В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте. Продолжение судебного заседания по Сергею Стерненко. На этот раз его обвиняют в крышевании торговых точек с курительными смесями. Сам активист заявляет о фальсификации обвинений. Сегодня заседание было прервано из-за требования Стерненко перевести показания некоторых свидетелей на украинский язык. Когда технические нюансы удалось разрешить, суд возобновился. Я, как бы, общался с представителями злочинной группы в липнем месяце, а телефонные разговоры они начинают датывать месяцем червня, что является явной невиданностью. Я уверен, что вне зависимости от того, какое сегодня будет обрано решение щодо меня, в апелляционной инстанции мы его будем однозначно оскарживать, потому что судья является явно упереденым и я думаю, что решение по мне уже О том, какое решение принял Киевский районный суд в отношении Сергея Стерненко мы расскажем в эфире репортера позже. На сессии горсовета, которая пройдет в четверг, не будет рассматриваться вопрос возвращения летнего театра в собственность громады. Депутат муниципального собрания Лилия Леонидова отозвала собственный проект решений с повестки дня. Избранница объяснила свой поступок юридическими моментами. Проанализировав все подобные проекты решения, которые были приняты городским советом, скажу так, не проекты решения, а именно решения, которые были приняты в предыдущих созывах городского совета, я пришла к выводу, что это повлечет за собой часть действий со стороны застройщика, которые позволят узаконить данное строительство и никоим образом потом повлиять на отзыв этого решения, которое было принято в 2016 году, никто не сможет. Общественники вняли аргументом Лилии Леонидовой и поддержали такой шаг. К шагу Леонидовой я абсолютно нормально отношусь, это правильно, потому что лучше перебдеть, чем недобдеть. Юристы сказали свое слово. В 2016 году фирма «Солинг» получила разрешение на застройку территории летнего театра восьмиэтажным торгово-развлекательным центром. Однако позже мэрия опровергла возможность появления подобного объекта в городском саду. Заключенным подарили конфискат, который трижды не удалось продать. Свыше 9 тысяч шапок, сотни свитеров и нижнее белье отправятся в места лишения свободы. Все эти вещи были изъяты, переданы на продажу в пользу государства. Но после того, как товар залежался, вещи стали подарками для заключенных к грядущему Дню Святого Николая. Вручить вещи сотрудникам пенитенциарной службы приехал заместитель министра юстиции Украины. «Передает цілу низку речей, которые крайне необходимы в такой зимовый период. Это и больше, чем сотня джемперов, это 9 тысяч головных оборвов теплих. Это и для жёнок, а у нас тут декілька жіночих в колонии, это 140 бюзгальтеров. Кроме того, еще передается и фарба, которая крайне необходима для проведения поточных ремонтов. Это и кульковые ручки. Это те вещи, которые поступили до ДПСДА, не были реализованы. И есть возможность их передать. И при этом передать именно в тот период, который необходим. Это мейно было конфисковано в доход государства после того, как за решением суду оно было передано на реализацию. Три разы продавалось и не было продано. В Одессе пройдет седьмая благотворительная дипломатическая ярмарка «Рождественская звезда». Участие в ней примут Генеральные почетные консульства, аккредитованные в Одессе. Национальные культурные центры, международные миссии и организации. Наша ярмарка интересна тем, что все, что мы собрали, мы после ярмарки все вместе пересчитываем. Есть у нас счетная комиссия во главе с Дуаеном, с директором дипломатического клуба. Мне всегда очень приятно, что мы знаем в этот же день, сколько мы собрали. В прошлом году мы собрали 170 тысяч, 540 гривен. На ярмарке посетителям предложат различные национальные блюда, сувениры, промышленные и продовольственные товары, новогодние украшения. Кроме того, выступят фольклорные коллективы. Все вырученные средства потратят на закупку медицинского оборудования для детской больницы номер один, а именно на аппарат для аудиомониторинга новорожденных и специального обогревателя для малышей. Эта система не просто позволяет избежать перекладывания ребенка, для которых снижение температуры может не только пагубно оказаться на здоровье, но и стать причиной снижения работы жизненно важных органов. В Одесской кирхе пройдет рождественский фестиваль. В программе фестиваля семейная ярмарка, детские мастер-классы, органные и хоровые концерты, калятки, а также фудкорты с национальной немецкой кухней. Также гостям фестиваля представится возможность совершить праздничные экскурсии по кирхе. Мы надеемся, что в этом году каждый из пришедших к нам гостей сможет окунуться действительно в праздничную атмосферу европейского Рождества, ощутить себя гражданином мира и провести чудесное время. Рождественский фестиваль в Одесской кирхе стартует 22-го и завершится 25 декабря с наступлением католического Рождества. Одесская духовная семинария отметила свое 179-летие. Торжественное собрание прошло в день памяти настоятеля семинарии, святого апостола Андрея Первозванного. В Одессу приехали священнослужители со всей страны. Дмитрий Богомолов далее. Праздничный концерт хора воспитанников Одесской семинарии и воспитанниц Регинского отделения не оставил равнодушными зрителей актового зала духовной школы. Красивые выступления с участием солистов и использованием аккордеонов, фортепиано и других музыкальных инструментов был завершающим аккордом собрания. Пением Царю Небесной преподаватели и учащиеся встретили архипастрии во главе с митрополитом Агафангелом. Приветствую вас с праздника святого апостола Андрея Первозванного и днем годичного акта. Благодарю за труды на них богословского просвещения и подготовки достойных верных и преданных святому православию пастырь и церкви Божьей. Да будет и впредь наша Альма-Матерь забиловать благотворными трудами во славу Божию и во спасение стада Господня. Для участия в ежегодном собрании приехали священнослужители со всей Украины. Были зачитаны поздравления от представителя Украинской православной церкви блажений Шива Ануфрия, председателя учебного комитета при священном синоде архиепископа Ирпенского Климента и других архипастрий и ректоров духовных школ. Примите приветствие от Высокопреосвященничего Владыки Сергия Митрополита Тернопольского и Кременецкого, который поздравляет всех вас с актовым днем и с праздником святого апостола Андрея Первозванного. Одесской духовной семинарии в этом году исполняется 179 лет. Сейчас в духовной школе обучаются около 350 семинаристов и регентов. После окончания 4-летнего бакалаврата многие из них поступят на магистратуру в Киевскую духовную академию. Мы ежедневно не только учимся, но особенно мы в молитве собираемся в храме утром и вечером. Самоподготовка также играет важнейшую роль. Библиотека, компьютерный класс – это все способствует тому, чтобы мы изучали богословские науки в самом совершенстве. Скоро в Одессе по инициативе народного депутата Сергея Кивалова откроется общеобразовательная церковно-приходская школа. Новое учебное заведение поможет массовому развитию духовенства. Каждый шаг, который делается в сторону увеличения духовности народа, улучшения духовности народа – это очень важно. Потому что чем больше возникает храмов, приходских школ, училищ, тем меньше есть необходимость строить тюрьмы и учреждения пенциарной системы. Нам очень важно понимать, что для того, чтобы не рассказывать Богу о детях, надо рассказывать детям о Боге. И есть надежда, что каждый шаг, который делается и духовенством Одесской епархии, и воспитанниками семинариями, и выдающимися людьми города, и лично владыкой митрополитом – это маленький кирпичик в здании благосостояния нашего народа, который закладывается сейчас. Знания, как музыка, радуют слух и сознание. Красивые мотивы праздничного концерта – греческие распевы, стихиры и старинные духовные канты – еще долго будут наполнять сердца всех верующих. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. Счастливо! Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...